привет друзья для меня стоит задача организовать систему утопления и просто так чтобы система была эффективна экономична бюджетна просто воспользований ну и конечно же умна эффективно это понятно все хотят чтобы когда система был максимально высок экономично это тоже понятно чем эффективнее работает система тем больше экономия на топливе бюджетно будем использовать и делать систему без всяких дорогих навороченных узлов которые вам будут впаривать продавцы-консультант простота ну чтобы подключил настроил и забыл и конечно же онлайн я хочу мониторить и управлять топлением через интернет из любой точки мира это не диковинка это уже реальность ну и это нужно чтобы прогреть помещение перед приездом в землю берет очень удобно также хочу иметь возможность регулировать температуру на каждом этаже и в каждой комнате опять же целях разумного использования энергии изначально может показаться что это будет очень дорого и сразу скажу что в итоге то что я планирую реализовать будет недорого или даже бюджет часто когда человек говорит консультанту продавцу хочу управлять отоплением через интернет например так как я описывал в этом видео ссылка где-то рядом то специалист по отоплению говорит это обойдется вам очень дорого насосы гидрострелки дорогие умные термостаты клапана и так далее и тому подобное и в итоге действительно набегает периодичная сумма конечно же они тоже правы система может стоить дорого и очень дорого но изучив данную тему посмотрев кучу видосов и начитавшись форм я вам скажу что то что планирую реализовать должно получиться недорого и как я говорил даже бюджет мне появилась следующая картина именно ей поделюсь с вами но опять таки прошу чтобы вы высказали всякие замечания а может быть и предложение по данному варианту реализации полного отопления так что у меня есть начну с того вещего система отопления не может быть котел в моем случае это двухконтурный газовый котел закрытой камеры сгорания мощностью 24 киловатт этот котел имеет встроенную группу безопасности в которую входит предохранительный клапан манометр автоматический воздухоотводчик а также расширительный бачок все это встроено у меня в котле и поэтому ничего дополнительного встраивать в систему не нужно если у вас котле этого нет то вам нужно отдельно делать и устанавливать данные при бомбасы у меня в котле встроен трехступенчатый насос если у вас в котле его нет то вам необходимо устанавливать насос меня в котле встроена функция постоянной регулировки мощности то есть котел подстраивается и начинает работать с учетом того что в системе уменьшился объем циркулируемого теплоносителя снижая при этом мощность и экономия электроэнергию это тоже важно дальше вы поймете почему это было первое теперь второе имеется трехэтажный дачный дом с пристройкой который находится на уровне между первым и вторым этажом общая площадь дома около 140 квадратных метров мощности котла хватает для того чтобы отопить такой метраж даже с запасом причем встроенного трехступенчатого насоса также должно хватить третье еще может состоять система отопления это десятки метров топ и важно полипропилен это или металлопластик они есть они должны быть для того чтобы развести теплоноситель теплом полом либо радиатором отопления важно помнить что полипропилен используется там где трубы в открытом доступе металлопластик используется там где трубы муруются или прокладываются в межэтажном перекрытии короче для того чтобы в случае протечки к трубам был доступ и вам не пришлось поднимать бетонный пол или разбирать межэтажное перекрытие это надо иметь ввиду 4 запорная арматура это краны фильтры клапаны 5 радиаторы отопления и обвязка к этим радиатором это термостатические краны заглушки экрана маевского кран маевского это такой клапан который вручную можно стравливать воздух в радиаторах отопления он обычно устанавливается верху радиатор с левой или с правой стороны это уже на усмотрение но в принципе на этом могу остановиться и уже из-за этого нужно организовать систему утопления которая будет работать но она будет неэффективна неэкономично не умна хоть и будет просто в сборке теперь перехожу к тому чем может быть дополнена система отопления для того чтобы она была эффективна экономично проста в управлении и умна первое что мне понадобится это коллектор для разводки потоков цеплоносителя по контура моем случае контур это этаж но это также может быть и комнаты все зависит от вашей фантазии желание а также желание потратить бабло коллекторы могут быть разные дорогих до очень дорогих от металлических до пластиковых но так как я решил делать бюджетный вариант в моем случае я буду собирать коллектор сам из полипропиленовых труб диаметром 40 25 40 свою функцию данный коллектор будет выполнять но срок эксплуатации в отличие от металлических будет около пяти лет ну или больше как повезет вот что еще важно учесть для того чтобы он прожил дольше и не дал протечку его нужно собирать из полипропиленовых труб одного производителя чтобы состав пластмассы был одинаковый иметь это ввиду второе что мне надо это терморегулятор для того чтобы контролировать температуру на каждом этаже и включать или отключать котел для поддержания заданной температуры вернее терморегулятор должен будет включать и выключать котел для поддержанной температуры причем я хочу управлять данными терморегуляторами из любой точки мира. Да, хочу и все. Можно использовать такой, но данный девайс хорош для одного контура, и цена его около 300 зеленых. Его можно, конечно, установить и в доме, где есть три помещения, но он будет регулировать температуру, исходя из показаний одного термостата, который находится в какой-либо из трех комнат. Опять же, это неэффективно и неэкономично, потому как работать будет котел в полном режиме, и теплоноситель он будет гонять по всем трем этажам. Я же хочу, чтобы на каждом этаже стоял свой терморегулятор, и я мог регулировать температуру в каждом помещении с телефона или же планшета из любой точки мира, устанавливая ее так, как я захочу. И поверьте мне, это можно реализовать, причем бюджетно. Слушаем дальше. Подробнее остановлюсь на терморегуляторе. Он необходим именно с такой схемой подключения, как на картинке. Именно такой терморегулятор может управлять, первое, котлом, второе, управлять сервоприводом, о котором я расскажу дальше. И именно такой терморегулятор может управляться через Wi-Fi или интернет. Его не нужно путать с такими, которые управляют теплыми полами. Первый, на картинке, управляет электрическими теплыми полами, второй управляет водяными. Отличия выделены на картинке и отличаются они тем, что один подает нагрузку, чтобы нагреть нагревательный электрический мат, который нагревает пол, а второй закрывает или открывает сервопривод, который подает теплоноситель, управляемый контур, отопление для нагрева пола. Но оба эти терморегулятора не умеют управлять котлом. В них нет такой функции. В них нет так называемого сухого контакта, который нужен для управления котлом. Внимательно разберитесь в этом и не спутайте. Третье, что понадобится, это сервопривода. Его еще называют электротермический сервопривод или термоэлектрический сервопривод, а также называют просто актуатор. Он нужен для того, чтобы закрывать и открывать подачу теплоносителя в контур отопления. Данный сервопривод будет управляться именно тем терморегулятором, о котором я рассказал ранее. Немного о сервоприводах. Есть сервопривода, которые нормально закрыты. На них пишется NC, то есть Normal Closed. Это означает, что без подачи на него напряжения данный сервопривод в состоянии закрытой. То есть жидкость, теплоноситель через него не поступает. Они чаще всего используются. Есть сервопривода, которые нормально открыты. Это означает, что без подачи на него питания данный сервопривод открыт. Это важно понимать и важно понимать, в каком случае вам необходимо использовать тот или иной сервопривод. Так как при отключении электроэнергии питание пропадает и сервопривод начинает переходить в то состояние, в котором он без подачи электроэнергии. Нормально закрытый, значит жидкость не циркулирует и нормально открытый. Значит, если бы он закрытый, электричество пропало, он открылся, жидкость начала циркулировать. Если у вас нет инвертора и нет бесперебойника, который подключен к котлу, и при отключении электроэнергии исчезает напряжение, котел само собой отключается, также отключаются сервопривода. Они переходят в состояние закрытый, если он нормально закрытый. Система останавливается, циркуляции не происходит. При подаче электроэнергии система вновь стартует. Если температура не такая, как выставлено на терморегуляторе, то сервопривода открываются и идет подача теплоносителя. То есть все восстанавливается и переходит в нормальный режим функционирования. Если же у вас имеется инвертор, который поддерживает напряжение после отключения электроэнергии, и котел продолжает работу, а ваши сервопривода не подключены к инвертору, то они, соответственно, просто закроются. И тогда котел будет работать, сервопривода закрыты, теплоносителю негде будет циркулировать. Это нехорошая ситуация, такого надо не допускать. В этом случае вам лучше всего брать сервопривода, которые имеют состояние Normal Open, то есть всегда нормально открытые. Потому как электроэнергия пропала, сервопривода перешли в состояние открытые, котел продолжает работать, и теплоноситель продолжает циркулировать. На это стоит обращать внимание и уже из этого планировать. Какой вам терморегулятор нужен? Нормально закрытый или нормально открытый? Честно сказать, вначале я планировал уложиться в одно видео. Но оказывается столько много нюансов, которые необходимо знать для того, чтобы правильно и эффективно спланировать систему отопления, а тем более умную систему отопления. Поэтому, ребята, потерпите. В следующем видео перейду конкретно к схеме, и расскажу и покажу, как, что, куда подключать. Какой проводочек, к какому проводочку необходимо соединить, чтобы ваша система работала. Всем спасибо за то, что смотрели. Не упустите новое видео. И всем удачи. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова